Представьте, это все равно, что сказать, подумайте, чтобы сделать это место красивым, я должен убрать все деревья. Я должен убрать все васаны, чтобы увидеть свое сознание, себя. Я настолько бесконечен, что те несколько мыслей должны быть убраны для меня, чтобы я мог себя увидеть. Что это за такой тип идеи? Это как сказать, все волны должны пропасть, чтобы увидеть воду. Спасибо. Все узоры нужно удалить, чтобы я увидел золото. Я что, с ума сошел? Ничто не должно быть убрано. Этот тип мышления должен быть убран. Я говорю, ничего, это не сильно так, понимаете? Что нужно, так это, чтобы человек видел, где проблема и имел решение. Это наиболее важно. Ум, это не маленький домик. Смотрите, сегодня у нас есть фантастический пример. Вот у вас есть компьютер, 120 гигабайт памяти, место. Зачем дается столько места? Вы можете что угодно найти. Gmail говорит, не нужно ничего удалять. Зачем? Не беспокойтесь, оставьте все как есть. Почему? 20 гигабайт места. Бесплатно. Загружайте, что захотите. Какой объем компьютера у ума? Миллиарды гигабайт. Если каждая малюсенькая клетка это байт, сколько клеток в мозге, связи? Миллиарды. Сколько гигабайт памяти? И почему я должен удалять что-то, убирать? Пусть себе хранится, пусть будет. Если вы забудете свое прошлое, вам будет суждено повторять его снова. Пусть хранится. Когда оно всплывет, то вы не обязаны его использовать. В этом секрет. Пусть там будет. То, что оно хранится, не проблема. Как этим пользоваться? В этом проблема. Нож — это не преступление. Его неправильное использование — это преступление. Если мысль — это не преступление, неправильное использование мысли — это преступление. Поэтому, когда вы счастливы с самим собой, о каком неправильном использовании можно говорить? Никогда не злоупотребите. Мысль всего лишь мысль, значит мне надо убирать какую-то мысль.